Меня зовут Ольга Барабанова, и сегодня мы с вами начинаем обучающий цикл школ «Первые шаги партнеров в бизнесе». Этот курс состоит из нескольких блоков, в которых мы детально разбираем, как ставить и достигать цели, какие действия ведут нас к результату, где брать людей для построения команды, как общаться с людьми, как работать или не работать с возражениями, как стать мастером завершения сделок. И также в наш курс входят и технические школы, которые проводит Юрий Барабанов, мой муж. Он дает более детальную информацию по техническим моментам, по приложению, по кабинету, и показывает нюансы, которые очень важно учесть, особенно в самом начале, когда человек только подключается к экосистеме «Феном». Я всегда делюсь только своим опытом. Если вы видите где-то какую-то книжную информацию, и где-то вы ее уже слышали, это не значит, что я рассказываю просто какую-то книжную информацию, это значит, что эта книга еще и проверена моим личным опытом. А опыта в сетевом бизнесе у меня уже вот-вот будет как 12 лет. Постановка целей – это одна из моих любимых тем, потому что я точно знаю, что в сетевом бизнесе действительно можно достигать свои цели, действительно можно реализовать свои множество мечт, целей. И я делюсь всегда практикой, делюсь всегда своим опытом, опытом людей, с которыми я лично работала. И я на своем опыте знаю, что финансовые цели достижимы, и цели по саморазвитию, по формированию правильного окружения, по путешествиям, по каким-то материальным приобретениям – это все достижимо. Главное, как говорится, узнать, что делают те люди, которые эти цели достигают, и начать делать то же самое. Наш курс, как я уже сказала, он состоит из разных блоков, из того, где брать людей, как с ними работать, как разговаривать, как не разговаривать, как завершать сделки, работать с возражениями и технические моменты. И перейдя ближе к нашим мечтам, к нашим целям, я бы хотела начать, и я думаю, сегодня наша школа будет отличаться от предыдущей, которую я проводила раньше тоже по целям, с большим акцентом не столько на какие-то технические и финансовые цели, хотя мы сегодня разберем и такие приемлемые цели, которые вдохновляют людей на старте, это такие там, ну, как заработать там первые тысячи долларов, как заработать первые сотни долларов, как заработать там первые две тысячи долларов, что конкретно нужно делать в бизнесе Фином. Но при этом я затрону и такие общие моменты, которые я вот сейчас наблюдаю уже по работе с командой и по работе в целом с людьми, которые, я вижу, включаются в экосистему Фином и в целом, вот в целом в экосистему, с каким подходом, я вижу, работают люди и как бы по моим наблюдениям я-то уже вижу, почему какой-то человек достигает своего результата, какой-то человек пока, так сказать, отдаляет себя от своих целей. Когда вы только включились, когда вы только приняли решение изменить свою жизнь, вы включились в бизнес или также это можно транслировать и на любые другие свои сферы жизни. Нужно вообще в целом всегда поддерживать баланс без какого-то перекоса, потому что даже если, ну, так сказать, мы делаем прорыв в бизнесе и в это время отдаляем другие сферы жизни, потом все равно придется притормозить бизнес и подтягивать другие сферы жизни. Поэтому, чтобы человек по-настоящему был счастливым, желательно идти, вот, поддерживая баланс во всех сферах жизни. И, соответственно, когда мы сейчас фокусируемся на финансовой стороне, очень часто бывает, когда человек только включается в бизнес и обычно ему наставник говорит о том, что, ну, спрашивает, какие у тебя цели. И очень часто я вижу людей, которые не привыкли ставить цели. И это понятно, потому что многие люди, в большинстве как бы своем, это люди, которые ходят на работу. На работе нам обычно эти цели ставит кто-то другой. А тут тебе нужно самому поставить какую-то финансовую цель, тебе нужно самому начать прописывать план. И действительно это очень сложно. Ну, для этих людей понятно, что это очень сложно. Поэтому если вам вначале сейчас сложно поставить какую-то цель, вам нужно, вот я пользуюсь формулой, если, знаете, наступает такой момент, когда, ну, вдруг что-то не так, не хочется, или какая-то депрессия, или ты не знаешь, что на самом деле, для чего тебе там нужны. Вроде деньги нужны, но чего бы такого захотеть. То, или, знаете, есть какой-то промоушен, и ты такой думаешь, не, ну, это не для меня. Сразу человек говорит, не, ну, это вот они могут, а я вот не могу. И фраза, которая множество раз мне помогала сделать новые результаты, это фраза «а что если?». И если вам сложно ставить какую-то цель, начните просто с мечты. Мечты, то есть задайте себе вопрос «а что если?», и начните перебирать. Посмотрите, что на текущий момент в данной ситуации, вот вы теперешний, вы отличаетесь от того, каким вы были там год назад, даже месяц назад. Что конкретно сейчас вам интересно? «А что если?», «А что если я сделаю такую покупку?», «Что если я поеду туда?», «Что если я помогу этому человеку?» Очень часто, когда они вдохновляют свои какие-то, вот понимаете, просто очень важно найти действительно жгучую цель, которая тебя будет подрывать завтра с кровати, которая будет тебя не позволять тебе задержаться в кровати подольше, которая будет не позволять тебе сидеть и просто листать ленту Фейсбука, которая не будет позволять тебе просто так вот сидеть и заниматься теми делами, которые не ведут тебя к достижению цели, потому что цель тебя не вдохновляет. Так вот, часто бывает, когда ты находишь такую цель не ради самого себя, а кому-то помочь, кому-то еще, ну вот какую-нибудь благотворительную цель. «А что если?», «Когда вы задаете себе такой вопрос, «А что если это?», «А что если это?», «Что если это?». Вы найдете множество «А что если?», которые вам не интересны, но вы найдете ту, которая вам будет откликаться. Поэтому вот эта формула «А что если?», запишите ее, и как только почувствуете, что вы ставите себе установку, «Это точно не для меня», спросите себя, «А что если я действительно это сделаю?», «А что если у меня получится?» И вы увидите, если у вас ёкает, то это то, за что вам нужно браться, потому что достижение целей лежит за границами вашей зоны комфорта. Нельзя достичь новую цель, продолжая делать то, что вы уже умеете делать. А многие люди со старта начинают говорить, «Я вот это не умею, вот это не умею, вот это не умею, поэтому я буду делать то, что я умею и как пойдет». Вот оно поэтому и не идет, оно поэтому и не пойдет, потому что те действия, которые вы делали до этого, они вас привели туда, где вы сейчас находитесь. Если вы хотите новый результат, вам надо научиться. Говорится как? Чтобы получить новый результат, надо делать новые действия. А человек говорит, «А я эти действия делать не умею, значит, я буду делать по-старому». И поэтому по-старому у него не работает, у него по-старому работает, но результат новый не наступает. Понимаете? Поэтому хочешь новый результат, чтобы начать делать по-новому, нужно научиться. Поэтому как пойдет, не работай. Вот бизнес как пойдет, не пойдет, просто сразу понятно. Теперь, когда мы ставим цель, нужно понимать, что мечта никогда не станет реальностью, если она останется мечтой. Никогда мечты сами по себе не трансформируются в реальность. Мечты трансформируются в реальность через цель, через конкретику. Ваша цель должна быть прописана на бумаге, она должна быть написана в позитивном ключе. Каждая цель имеет дату и стоимость. И после этого проверочное слово, как говорится в школе, это ваша эмоция. Впускайте, прочувствуйте, как вы будете чувствовать, когда вы эту цель достигнете. Если вы чувствуете, вот эти бабочки начинают у вас летать, у вас как крылья появляются за спиной, значит, это ваша цель, впускайте туда эту эмоцию, проживайте эту эмоцию изо дня в день, потому что каждый день свою цель нужно видеть перед глазами. Я дальше еще покажу, как усилить вот эти, как никогда не терять свою цель из виду. Потому что есть множество желающих, которые будут смещать ваш фокус специально или не специально. Вокруг огромное количество людей, которые хотят завладеть вашим вниманием и вашим временем. Если вы сами не будете держать фокус на своей цели, найдется куча желающих, которые хотят вами завладеть и использовать ваше время, ваши усилия, ваши навыки, все ваши прелести в достижении их целей. Либо вы сами держите фокус на своей цели и никому не позволяете вас отвлечь. Сами решайте, в какой пропорции вы действуете на достижение своих целей или помогаете другим людям в реализации их. После этого, когда вы только сейчас начинаете бизнес, мы рассматриваем такое, что человек сейчас только включился. Тот, кто уже на более продвинутом уровне, вы смотрите, чего вы еще не делаете и дополняете то, что вы уже делаете. Вот вы сейчас новичок, вы поставили свои какие-то цели. Согласуйте с человеком, который является вашим вышестоящим наставником, он уже лучше ориентируется в партнерской программе. Просто вы скажите, какую сумму вы хотите зарабатывать, как вы видите ее достижение. И вместе со своим наставником вы можете прописать, как вы, используя свои сильные стороны, эти цели будете достигать. Хорошо, когда есть понятный план. Не просто вот огромная цель и не знаю, как ее достичь, но буду делать, что знаю, каждый день по чуть-чуть и потом овось получится. Не получится, это просто, ну вот я сразу могу сказать, не получится, само по себе оно не пойдет. Когда есть понятный план, вы пишете цель, вы пишете дату, какие конкретно действия ведут вас к результату. И последняя колонка – это качества и навыки, которые вам необходимо в себе развить. Может быть, их абсолютно нет у вас или они у вас находятся в таком вот низком уровне. И нужно понять, что этих навыков у вас на сегодняшний момент нет. Это неплохо, это просто факт. Ну, вот так сложилось, вы занимались другими делами до этого. У вас не развито, вы не умеете, например, записывать видео, вы не умеете писать там посты, вы не умеете общаться с людьми. У меня, когда я начинала сетевой бизнес только, мы тогда, я вам сейчас расскажу, как я работала. Это было сейчас просто, когда я вспоминаю, как мы работали, я понимаю, какую школу я тогда проходила. То есть мы работали, у нас был офис, офлайн, куда я приглашала людей по телефону для того, чтобы узнать о возможности, как они будут зарабатывать деньги. Но при этом у меня вообще не было навыков введения ни онлайн-бизнеса, ни офлайн-бизнеса. Я когда меня пригласили тогда узнать о бизнес-возможности, и меня спросили, не пугает ли тебя слово «бизнес», меня оно, в принципе, не пугало, потому что у меня вообще понимания не было вообще, о чем идет речь. Ну, не пугает, и не пугает, само слово как бы не страшное. Но я приглашала людей, и мне нужно было с ними пообщаться. Вначале мне там сказали, были какие-то три вопроса, мне надо было их задать. И после этого я отправляла человека домой, причем я с ним общалась не в офисе, а с третьего этажа спускалась на первый. Встречала человека, он, представьте, он ехал через весь город, приезжал. Я с ним вот так встречалась, задавала ему три каких-то вопроса, и они мне заранее были прописаны по скрипту. И после этого человек давал мне какие-то ответы, и я ему говорила, ну все, на сегодня все, завтра приходите, я вас познакомлю с человеком, со своим руководителем. И для меня в один из прекрасных дней я точно помню эту женщину, с которой я вот так вот проводила собеседование. И я ей задала какой-то вопрос, а у меня задача какая? Пойти, задать три вопроса, пригласить человека на завтра. Вот все, у меня шаблон такой в голове. Я извиняюсь, у меня тут пикает, я его не могу отключить. И в какой-то момент мне вот одна эта женщина, она мне отвечала, и я понимаю, она мне ответила так, что она, я смотрю, она на меня смотрит, и она ждет от меня какого-то ответа. И я понимаю, что у меня программа стоит другая в голове, мне просто надо задать три вопроса и пригласить на завтра. У меня не было вот этого навыка коммуникации с людьми вот в таких вот переговорах. Это тот навык, который просто мне, я тогда вот это для меня было прямо сознание, я начала потом над этим работать, я поняла, что нужно не просто говорить людям, и не просто слушать, а нужно слышать, что они мне отвечают. И для меня это тогда была находка, это просто я нашла навык тогда, который мне нужно было развить. И просто я до этого с этим не сталкивалась. Точно так же и у вас, у вас есть цель, у вас есть дата, у вас есть конкретные действия, которые вам нужно делать для достижения ваших целей, и конкретные навыки и качества, над которыми вам нужно ежедневно начать работать. Как минимум нужно найти три свои вдохновляющие цели. Более такие цели, которые, ну, например, там купить себе какие-то бытовые вещи, но это не будет вас дополнительно подрывать утром с кровати. Это тоже нужно прописать для того, чтобы вы, когда будете просматривать список своих целей, как минимум раз в неделю, вы будете вспоминать, для чего вам нужны деньги. И если в какой-то момент ваша даже главная цель перестанет вас вдохновлять, ну, бывает там какая-то депрессия, но вы увидите еще дополнительные цели, которые, возможно, вернут вас вот это вот бодрое состояние, поэтому минимум три, еще двадцать, и постепенно напишите, ну, то есть напишите такой список, чтобы там нумерация уже шла до ста, чтобы каждый раз, когда вас посещает мысль, о, мне надо вот это и вот это, и вот это я хочу купить, вы просто будете этот список дополнять и тем самым наполнять себя еще большей мотивацией. Теперь, что влияет на достижения? Очень часто люди фокусируются только на какие-то конкретные бизнес-действия, но на самом деле перед тем, когда приходят финансы, когда приходит ощутимый результат, который, ну, как бы мы обычно оцениваем результаты через что? Через построение команды и через финансы. Сколько денег тебе пришло сегодня в кошелек, да, хотя бы в электронный, либо ты их уже обналичил. Но при этом нужно понимать, что до этого учитываются результаты, что у тебя на сегодняшний момент находится в голове, в каком состоянии твое внутреннее состояние, дух, у тебя сила есть духа, как говорится, да, сила есть духа нет или наоборот там дух есть сила нет, ну, как-то там-то говорят, в каком состоянии твое душевное состояние. Если у тебя внутри ты переполнен обидами, агрессиями и тому подобным, то именно это вы и излучаете в мир, это именно это вы интранслируете в интернет, когда записываете даже позитивные видео. Поэтому нужно начать находиться с собой наедине и слышать свое истинное состояние, которое находится у тебя внутри. И научиться, учиться находить, с кем вы будете прорабатывать эти состояния, начать медитировать, возможно, может быть, еще какие-то практики делать. Но обратить внимание, что у тебя внутри, какие у тебя эмоциональные состояния находятся. И быть, главное, честным не только с внешними, но самое главное – это быть честным со своим. Если вы действуете из состояния обиды, агрессии, того, что вам кто-то что-то должен вообще в мире, то вы тем самым отсрачиваете, отдаляете свой результат. Второе – это разум, это свои убеждения, которые хранятся, когда начинается промоушен какой-то. Какие первые мысли возникают у вас в голове? О, он слишком сложный? О, я точно не попаду в эту команду? О, туда попадут только избранные? О, конечно, у них есть какие-то суперспособности или еще что-то? Какие мысли крутятся у вас в голове? Первым делом эти мысли нужно начать отслеживать. И как только вы встречаете то, что не несет конструктив, то, что не приближает вас к результату, а обращает к тому, что у вас не получится, вам нужно как минимум начать отслеживать вот эти мысли. Вы находите эту мысль, берете ее как сорняк и говорите, окей, я тебя нашла, спасибо, что ты есть. Ни в коем случае без агрессии на себя. Вы просто понимаете, что эта мысль не ведет вас к намеченным результатам. И сажаете туда правильную мысль. Это называется аффирмации. Дальше один из способов, который я использую для достижения целей, это позитивные аффирмации, это установки, это то, что вы хотите. Миру, Вселенной, все равно, что вы думаете. Все, что вы думаете, это реально. Вот то, что вы надумали на сегодняшний момент, это есть результат. Вот мы пожинаем плоды того, чего мы надумали раньше, чего мы чувствовали, что мы в себе наносили, какие эмоциональные состояния. Поэтому нужно обращать внимание не только на свои действия, а и на свои мысли, на свои установки. И третье, это в каком состоянии физическом находится твое тело. Как часто мы занимаемся спортом, сколько энергии в нашем теле, какой у нас есть лишний или не лишний вес, насколько вы гибки в физическом плане, настолько вы и гибки в восприятии информации, которая к вам поступает, настолько гибко вы воспринимаете новости, которые к вам поступают, перемены. Выживает не самый сильнейший, а выживает самый восприимчивый к переменам. Поэтому чем больше ты гибкий, тем, соответственно, ты гибче и строишь свой бизнес. Поэтому успех в бизнесе – это далеко не только твои технические какие-то действия направлены на то, сколько мне людей зарегистрировать, сколько денег я заработал. Что у тебя в голове, что у тебя внутри, и как ты вообще работаешь или совсем не работаешь со своим физическим телом. Это вот прям такой, знаете, фундамент из трех основ. И только в зависимости от этого мы получаем какие-то финансовые результаты. А довольны или недовольны, ну вот мы знаем, что конкретно нужно делать для того, чтобы результаты улучшить. Методы для достижения своих целей, проверенные мной и те, которые… Ну вот знаете, я вот с душой, я прям с любовью про это рассказываю, потому что ты, когда это применяешь, ты получаешь удовольствие. То есть ты получаешь и удовольствие от процесса, и от результата. Попробуйте, найдите то, что будет откликаться именно вам, и потом, соответственно, посмотрите, каким результатом это вас приведет. Первое – это журнал успеха. Это ежедневное прописание того, что хорошего сегодня ты сделал. Вот вечером возьмите чистую красивую тетрадь или блокнот, или в электронном виде это делайте. Но возьмите себе как новую привычку, развитие новой привычки – это прописание того, почему я сегодня молодец. Что я сегодня хорошего сделал для достижения, для развития своего бизнеса, или в целом для себя, для своего тела, для своего развития. Может, что-то прочитал, или сделал что-то хорошее себе, кому-то, что-то. Это помогает вам, во первую очередь, повышать свою самооценку, это влияет на ваше общее состояние, и это очень крутой инструмент в те моменты, когда в твоей жизни что-то происходит не так, там 48 людей тебе отказали, ты думаешь, блин, я, наверное, какой-то не такой, все вообще не так. Открываешь свой журнал успеха и смотришь, а какой я все-таки молодец. И продолжаешь. У тебя появляется новая энергия. Один из инструментов – это журнал успеха. Калаш мечты, друзья, это вообще штука, которую я искренне рекомендую каждому, желаю, даже не то, что рекомендую, я желаю, чтобы каждый не поленился, а создал сам себе свою картинку мечты. И разместил туда не только одну какую-то как финансовую монетку положил себе в кошелек, и вот у тебя там напоминание о деньгах каких-то там, символы кто-то какие-то складывает, а подойти к развитию себя, к своей личности, своей семьи, вообще своего окружения в гармонии и создать вот эту идеальную картинку, где тебе что нравится, что бы ты хотел достичь, что улучшить. У меня, когда я создаю такую доску визуализации, мне одного ватмана не хватает. У меня еще с одной стороны такое вот продолжение, потому что все не помещается. И оно действительно работает. У меня было множество таких подтверждений, может у кого-то тоже, может кто-то уже работал с такими визуализациями, досками визуализации. Напишите, пожалуйста, в чате обратную связь, если у вас, вы это уже использовали. Если не использовали, можно написать не использовал или минус хотя бы, чтобы не утрудаться буквой набирания. Но я могу сказать, что, например, я размещала фотографии, крутых спикеров, таких как Брайан Тресси, как Радислав Гондопас. Он никогда не приезжал в Харьков, но он потом приехал именно в Харьков, где я в то время жила. Я попала на его тренинг. На тренинг Брайана Тресси, он у меня висел на этой доске визуализации, несколько лет он там висел. И это, понимаете, это фокус на том, где с первой книгой, которую я прочитала в бизнесе, это была как раз Брайана Тресси. Я ее купила, я прям помню, как я только начала бизнес, я пошла, купила эту книгу про лягушку, это была первая книга. И потом я мечтала увидеть этого дедушку уже вживую. И потом, благодаря сетевому бизнесу, я могла себе позволить купить билет, по-моему, он 400 долларов стоил для того, чтобы сидеть вот так вот в самом первом, первом ряду и видеть Брайана Тресси. Это множество путешествий, которые я реализовала именно благодаря сетевому бизнесу. У меня эти картинки были на доске визуализации, и я когда туда размещала, я вообще не знала, где эти места находятся, а потом приезжала в эту страну и узнавала, что именно там есть, я хотела попасть в Колизей, разместила эту картинку, приехала в Тунис, это было одно из моих первых путешествий в Африку, благодаря сетевому бизнесу, я туда поехала уже с командой и узнала, что там в соседнем городе, в городе Эль-Джем, там находился Колизей, который то ли второй, то ли третий в мире по величине, и я туда отправилась вообще без знания там арабского и французского языка, мы туда методом тыка как бы добирались, но добрались, то есть все, что я размещала на доске визуализации, ну, кто-то еще продолжает, да, в процессе быть, но то, что оно работает, это точно. Поэтому можно делать большой ватман, можно делать альбомы, но периодически их просматривать, это помогает не терять свою цель из виду, помогает сообщать Вселенной то, чего вы хотите. Если вы фокусируетесь на том, чего вы не хотите, держите это в голове, это у вас и происходит. Почему говорят, что то, чего боишься, с тем и сталкиваешься? Потому что человек в голове своей рисует те образы, которых он боится, а во Вселенной происходит так, какие у тебя образы есть, такие у тебя образы и происходят в твоей жизни, все. Хочешь, чтобы в твоей жизни начались позитивные перемены, начни действовать, начни сначала формировать правильную картинку и после этого делать правильные действия, развивать правильные навыки. Окей, вижу, что много кто еще не использовал, я вам прям искренне, ну не то, что завидую, но я понимаю, какие вы можете найти перемены к лучшему, если просто начнете использовать вот этот инструмент. инструмент. И еще один из способов это запись видео и аудио, в которых вы можете проговорить, вот найдите свое самое крутое состояние, после может быть чего-то хорошего, что произошло, после прописания целей, вот что-то, то, что приведет вас в максимальное такое вот вдохновляющее состояние, и в этом состоянии запишите, может быть, себе видео, послание, может быть, аудио, аудио может быть даже легче, ты можешь потом его в ухо себе просто вставить, с утра, пока ты еще спишь, еще глаза не продрал, аудио уже такое себе в ухо вставил и рассказываешь, что сегодня самый лучший день в твоей жизни, что люди с удовольствием подключаются, и ты легко общаешься с людьми, люди сами находят тебя через интернет, у тебя все получится, сегодня у тебя такие-таки-то действия, чтобы я вам свои установки не рассказывала, проговорите себе то, что вы действительно хотите, что там к началу 2022 года вы садитесь за руль такого-то автомобиля, какие-то перемены наступают, и вот проговорите себе в самом крутом состоянии, и потом вы сможете прослушивать эти записи, просматривать и опять же приводить себя в такое вот гармоничное состояние. Теперь, ближе к финансовым целям, которые мы достигаем в нашей экосистеме феном. Как пример и пример просчетов составления плана, я вам предлагаю посмотреть такие цифры. Вы можете подставить сюда, конечно же, свои цифры, которые вас вдохновляют. Я сюда взяла цифры, которые, я думаю, ощутимы для новичка. Это цифры, которые дают человеку понимание, что, о, я действительно начал бизнес, я уже ощущаю свою прибыль, есть уже что себе ощутимо, кому-то что-то показать, кому-то подарить что-то и так далее. Пример, заходи, пример, 21 декабря я получаю 2000 долларов. Кстати, когда вы, тут почему-то, наверное, слайд я пропустила, не создала, но есть такое понятие, как аффирмация. Аффирмация – это позитивные установки, которые мы вкладываем себе в голову. Это инструмент, который, я уверена, дает результаты множество раз. Вот как мне, знаете, в чем, за что я себе благодарна, что я, будучи, знаете, есть люди умные, вот они получили там несколько высших образований, с классным, обычно там, с отличием, еще что-то. Им, в общем, сказали, что у них в жизни удалась принять. и вот у этих людей хуже всего идет бизнес, потому что это люди умные и они такие вот элементарные рекомендации, типа вот аффирмаций, то есть тебе нужно утром уделить время и прописывать позитивные установки, которые ты хочешь, чтобы происходили в твоей жизни. И вот эти вот умные люди, они этого не делают, они делают то, что они умеют делать и потом не совсем довольны результатами, потому что сетевой бизнес он очень простой. Чем проще ты его делаешь, тем лучше у тебя результат. Когда ты начинаешь усложнять, у тебя все еще хуже становится. Так вот, я себя благодарна за то, что я, когда пришла, будучи умной, после второго высшего образования, второго там, с красным дипломом, я начала делать то, что мне начали говорить. И вот с того момента я начала писать эти аффирмации, и они у меня происходили, происходило в реальности. То есть там каждый день люди сами находят меня через интернет и становятся активными участниками в моей организации там, Phenomenco System или там, в моей команде. Или к такому-то числу я получаю такую-то сумму денег. Важно добавлять в аффирмации, если вот такие финансовые, то добавлять во благо всем тем, кого это касается. У меня был такой пример моего знакомого в жизни, ему очень нужны были деньги, и там, по-моему, история была про 3000 долларов, и он вот прописывал такие аффирмации, что такого-то числа он получает 3000 долларов, ему куда-то надо было их отдать. И именно в ту дату, которую он указывал, он попал в аварию, человек там какой-то его подрезал, и он, тот, соответственно, второй водитель, он ему отдал вот эти 3000 долларов. И, соответственно, ну, не особо, приятная ситуация, когда ты попадаешь в аварию, но все-таки эти деньги получаешь. Поэтому такое дополнение к таким финансовым, и, может, и не только финансовым, после прописания всех аффирмаций вы указываете, что прошу этим целям прийти в мою жизнь во благо всем тем, кого это касается. И все. Значит, никому не во вред, а всем только во благо. Так вот пример постановки цели. 21 декабря, нужно здесь дописать конкретно год, я получаю 2000 долларов в финном экосистем. Можно, я бы конкретизировала, что именно к этому моменту я их уже заработала. То есть, их можно зарабатывать на протяжении всего. Ну, допустим, мы берем вот такую цель. Любые цели, которые вы ставите, крутая формула, которую я переняла у очень такого результативного тренера, у которого также, кстати, была на живом тренинге у Ицхака Пентасевича, это формула минимум 100% максимум. Максимум это твоя цель, которая тебя вот прям просто зажигает, это максимум, который ты хочешь достичь. 100% это меньше и минимум это, ну, хотя бы, хотя бы вот что-то я сделаю. Работает во всех, допустим, тоже я это использовала, когда приучала себя делать зарядку. Хотя бы на две минуты или даже на полминуты договоритесь с собой утром, вот у кого там мы ставили разум, дух и тело, вот если вы не делаете утром зарядку, договоритесь с собой минимум на полминуты, что вы хотя бы полминуты будете делать каждый день зарядку. Вы увидите, что вы минимум всегда будете делать больше. Минимум полминуты, 100% две минуты там и пять минут это максимум. Я себя вот так вот когда-то в какое-то время приучала, и минимум я всегда делала больше. То есть мозгу легче, ну как бы воспринимала на полминуты, что я там руками помашу. Точно так же и с финансами. Минимум 100% и максимум. Мы берем максимальную цель, 2000 долларов, и составляем план. До 21 декабря у нас 8 недель, хотя 9, но мы берем кто-то позже, кто-то не прям с сегодняшнего дня стартанет. Но 8 недель. Нам, соответственно, чтобы мы рассчитываем, понятно, что можно работать командой. У кого-то она есть, но вот новичок, который только включился. У него команды нет. И по ходу, если он включается, у него будет появляться команда, он будет действовать уже не один, но изначально берем самую худшую ситуацию, что человек находится сам и начинает сам планировать свои действия, которые ему нужно сделать. По компенсационному плану, плану вознаграждения, мы получаем 10% своих собственных усилий. То есть для того, чтобы заработать 2000 долларов, нам нужно сделать товарооборот 20 тысяч долларов за 8 недель. В среднем, если не брать, ну, как бы взять округленную цифру, это подписка за 500 долларов. Есть люди, которые включаются за 3000 долларов, но есть и за 100. Поэтому мы берем среднее, это 500. Соответственно, нам нужно 20 тысяч товарооборота рассчитать на подписку в 500 долларов. Получается, что за это время нам нужно сделать 40 подписок. 40 людей по вашей рекомендации подписываются, и вы, соответственно, зарабатываете первые свои 2000 долларов. Если среди этих людей появляются, которые подписываются за 3000 долларов, то, соответственно, таких людей вам будет достаточно 7, и они там будут проскакивать, но могут и не быть. То есть могут в зависимости от того, на какой вы сами подписки и так дальше. С холодным или теплым рынком вы работаете, мы об этом говорим на следующих обучениях. Поэтому ситуации могут варьироваться. Ну, если вот ориентироваться в среднем на подписки за 500 долларов, то 40 человек. Статистика. Хорошая статистика. Это из 100 людей, которые посмотрели видео, которые посмотрели онлайн-трансляцию, получили полную информацию. 10 человек принимают решение о подключении к вам. Это прям хорошая статистика. Статистика новичка может быть меньше. Это может быть и 1, и 3%. Поэтому мы берем формулу, опять же, максимум, 100% и минимум. Максимум нам, соответственно, ориентируясь на 10%, 400 просмотров на 8 недель. Соответственно, мы понимаем, какой объем действий вам нужно сделать для того, чтобы такой результат получить. 50 человек должны посмотреть ваши презентации, презентацию в записи или прийти на онлайн-трансляцию в неделю. И вы смотрите, сколько вы готовы уделять дней в неделю. Вы понимаете, что за неделю, вот неделя ваша рабочая, например, 5 дней. Два дня вы там решили отдыхать. И, соответственно, 50 презентаций в неделю, значит, каждый день 10 человек у вас должны узнать о вашем бизнес-предложении. Не просто вы ему привет написали, а вы ему отправили, и он посмотрел. Это программа «Максимум». И так мы с вами получаем чек в 2000 долларов. Меньший результат в 100%, то, что вы вот прям на неоговариваются, делаете в таком случае, вам нужно сделать 200 просмотров за 8 недель. Соответственно, 25 презентаций в неделю, и 5 человек ежедневно, если вы 5 дней в неделю работаете, должны узнать от вас о вашем бизнесе. Это, знаете, это вот шаблон, который вы себе принимаете, и просто начинаете отрабатывать статистику, не анализируя на 5, 10, 25 человеке. Статистика работает на больших цифрах. Даже можно сделать 80 просмотров, если это тем более холодный рынок, то есть это люди, которых вы не знаете, вы с ними знакомитесь через интернет, они не доверяют вам, они не доверяют компании, они, ну вот, просто этапы знакомства. То здесь статистика может быть намного не меньше, и, соответственно, анализировать статистику лучше уже на, вот, после, когда больше 50 людей посмотрели ваше видео, то есть что-то вы где-то, возможно, делали не так, если никто не подключается. Поэтому 100%, чтобы заработать 1000 долларов, соответственно, 25 презентаций в неделю. Если работаем со знакомыми, со знакомыми работать проще, они уже доверяют больше вам, то здесь статистика может быть лучше. Где вообще брать людей, чтобы, да, может, так как мы ориентируемся сейчас на новых людей, кто сейчас только включается, не переживайте, у вас такой проблемы не будет. У нас есть обучение, это будет следующий этап, когда я вам покажу более 15 способов привлечения людей к себе в организацию. Это, опять же, проверенные способы, поэтому все, что нужно делать, это захотеть и сделать. И минимум – это самый низкодоходный результат. Я даже здесь прям самую минимальную цифру написала, что за два месяца всего 100 людей узнают от вас о вашем бизнес-предложении. Соответственно, это 14 презентаций в неделю. И ваш чек, смотрите, насколько он отличается от 10 долларов. Знаете, почему? Потому что статистика, знаете, когда есть концентрация действий за единицу времени, больше действий за единицу времени, результат больше. Когда ты начинаешь размазывать действия на более длительный этап, то есть 100 презентаций за полгода дадут меньше результат, чем 100 презентаций за месяц. Поэтому вот тут мы тоже 100 презентаций разделили аж на 2 месяца, поэтому у вас из 100 просмотров может зарегистрироваться один. Причем он может даже за 100 долларов купить подписку. Соответственно, в таком случае ваш чек составит 10 долларов. Есть такая возможность, то есть может быть такое. Но может и от 10 до 500 долларов, если это будет прям хорошая статистика. Статистика работает, еще раз, на больших цифрах. Если работаем на холодном рынке, тем более, если работаем с незнакомыми людьми, статистика уменьшается. Нужно делать больший объем тогда, и она в любом случае будет работать. Факторы доверия. Как сделать так, чтобы люди лучше воспринимали вашу информацию? Это быть максимально собой, быть максимально открытым, не прятаться за картинками, репостами, просто статистическими данными о том, что токен подрос, или в том плане еще там миссия новая запустилась. Ваши личные фотографии, ваши личные видео. И то, чем вы полезны человеку, вот уже сейчас. Найдите свои сильные стороны, либо то, в чем вы уже эксперт, либо то, в чем вы хотите стать экспертом. И делитесь этой информацией. Люди будут видеть, во-первых, ваше развитие, будут видеть, как вы становитесь экспертом. Они все больше будут вам доверять и, соответственно, готовы воспринимать и бизнес-предложение. Следующий важный момент – это ваш собственный пример с подпиской. То есть очень часто люди задают вопрос, а на какой подписке ты? И, соответственно, то, на какой подписке ты, влияет на психологическое восприятие человеком вашего предложения. И следующий усилитель – это промоушен. Промоушен. Всегда, как только выходит промоушен, рассматривайте варианты. А что, если я его выполню? Как мне выполнить? А что мне нужно сделать для того, чтобы поучаствовать? И помочь уже своей команде сделать так, чтобы они тоже поучаствовали в этом промоушене. Не так, что вышел промоушен, и вы такие, о, нет, это промоушен точно не для меня. А как мне сделать так, чтобы у меня уже 10 человек успели поучаствовать в этом промоушене? Вы уже вообще не оговариваете, вы будете или не будете. Как сделать так, чтобы большее количество людей, 10 человек, даже если их вообще на горизонте сейчас нету, как мне помочь, где мне их найти, что мне нужно сделать? Вот с таким подходом, соответственно, вы уже с заботой будете общаться с людьми, а не думать о том, что у вас не получится, ну, а какие тогда люди могут быть. И время принятия решения. Решение нужно принимать один раз, его не надо перепринимать каждое утро. Вот вы решили добиться успеха, вы решили достичь вот эту цель, все, вот пока не добьетесь, пока не дойдете, продолжайте действовать. Как говорится, не можешь идти в направлении цели, начинай ползти, не можешь ползти, хотя бы ляжь в направлении своей цели, все решение принято, не надо каждый день думать, делать или не делать. Один раз есть время для принятия решения, есть время для принятия, для конкретных действий. И никогда не останавливайтесь за шаг до успеха, потому что вы никогда не знаете, какой шаг может быть полезным, последним, который отделяет вас от достижения своей цели. Всегда есть вот этот момент, когда ты думаешь, что ну все, ну блин, я уже все вот сделал, у меня не получится. И это очень круто, заметно потом, когда люди сдают, до конца промоушена еще три дня, уже появляются люди в чате, которые говорят, о, не, ну, жалко, что я не выполню этот промоушен. Товарищи, три дня, 72 часа, за 72 часа вы можете, такое количество людей могут узнать от вас информацию, вы можете не то что выполнить, вы можете перевыполнить этот промоушен. Я несколько лет назад выполняла промоушен, по которому до выполнения, до, короче, чтобы выполнить условия того промоушена, мне не хватало несколько тысяч долларов, прям нормальных тысяч долларов. И по итогам этого промоушена мне надо было ехать потом в другую страну, мне бы там сделали подарок. И сегодня последний вечер этого промоушена. Мне нужно еще несколько тысяч долларов, чтобы откуда-то появились люди, чтобы они принесли несколько тысяч долларов, приобрели там. И я до последнего уверена, что у меня этот промоушен получится. Я формирую правильные установки у себя в голове, я обращаюсь ко вселенной, я включаю себе правильную светлую музыку для внутреннего настроя. Я, в общем, я полностью делаю все, чтобы вселенная понимала, что я настроена на выполнение этого промоушена. У меня есть огромное желание внутри. У меня появляется, вернее, у меня в команде есть женщина, которая мне звонит и говорит, у нас тут есть, сейчас будут заходить. И, в общем, там вот эти все тысячи долларов, мне их хватает для того, чтобы выполнить этот промоушен. Но, в общем, перестает работать платежная система, идут какие-то сбои именно внутри компании. И это уже глубокий вечер, это уже под 12 ночи, мы пытаемся это все сделать, оно не работает. Тут перестает работать финансовая банковская система внутри нашей страны. То есть и там не работает, и там не работает. Ну все, промоушен идет до 8 утра. Я все равно уверена, что я выполню этот промоушен, и мы сидим, пытаемся это делать. В 2 часа ночи мы сделали перерыв, я говорю, не, ну давайте поспим, но оно, блин, реально не работает. Я пошла, поспала 2 часа, мы проснулись, я помню, ну, может быть, на 5 часов утра завели будильник, встали. Все находятся в разных городах. Вот так вот я сидела, регистрировала, все системы заработали. Последнюю регистрацию мы сделали за 2 минуты до окончания промоушена. Это было вот в 8 утра, так как у нас заканчивается в 9. Вот с таким подходом, ну, естественно, выполнила промоушен, поехала в другую страну, мне там подарили подарок. Вот с таким, вот с такой отдачей, как вы будете относиться к своему бизнесу, так и бизнес будет относиться к вам. Поэтому никогда нельзя, когда вы видите что-то сложное, говорить, ой, это, конечно, не для меня. Для вас, для вас сделали этот high level, чтобы вы его поднялись на этот уровень, а не для того, чтобы вы оставались там, где вы сейчас находитесь. Друзья, я благодарю вас за внимание, искренне желаю вам достижения тех целей, которые по-настоящему вас вдохновляют. И сейчас, если у вас остались вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Если вопросов не будет, то, конечно, мы завершаем. И через неделю встретимся на следующем обучении, которое будет посвящено как раз, это обучение будет уже точно для людей, которые участвуют в партнерской программе, потому что оно будет бесполезно тем, кто не участвует. И это будет обучение, где брать людей. То есть я поделюсь проверенными способами, порядка 15, где брать людей, какую информацию размещать, коротко, как с этим работать. И, в общем, поговорим. То есть это будет второе обучение уже через неделю на том же месте, в тот же час, в 18.00. Ссылка будет в чате. А если сейчас есть вопросы, то задавайте. Спасибо за замечательный информативный вебинар. Что значит партнерская программа? Это значит, что по вашей рекомендации люди могут подключаться к экосистеме Феном, а вы за это получаете вознаграждение. Просто есть люди, которые сейчас еще как бы в рамках промоушена от компании, у них есть вот этот пробный период до 15 ноября. Они могут участвовать в ограниченной партнерской программе, 5% получают, но это все равно еще недопринятое решение. То есть с недопринятым самостоятельно недопринятое решение очень сложно будет работать со следующими людьми. Человек будет чувствовать, что ты еще сам не включился, ты сам еще себе ничего не купил, а хочешь, чтобы этот человек, кто-то другой воспользовался этим предложением. Поэтому, так, даже если они не купили подписку, ну, я уже вот сейчас ответила, я надеюсь, ответила, да? То есть следующее обучение для тех, кто купил подписку, вот так вот я скажу, потому что оно будет мало полезно и, на мой взгляд, вообще, то есть человек не сможет до конца применить ту информацию, которой я поделюсь. Поэтому лучше сфокусироваться на, поставить себе цель, как можно быстрее стать полноценным участником экосистемы, приобрести себе одну из подписок, которая позволит тебе получить все привилегии от участия в экосистеме. То есть полноценно участвовать в партнерской программе, выполнять там миссии, ну, в общем, по партнерке больше зарабатывать и транслировать людям информацию уже изнутри. Очень полезная информация, я очень рада, что вам была сегодняшняя встреча полезна, и тогда мы с вами, вопросов больше я не вижу, поэтому дайте мне, пожалуйста, друзья, обратную связь. Тогда у меня к вам вопрос, насколько вам было сегодняшнее мероприятие полезно. С нетерпением жду следующего вебинара, отлично, приходите, Эдуард, через неделю, 18.00, на том же месте, ссылка новая будет в чате. Давайте, кто напишет, насколько было полезно. И самое крутое, знаете, что, чтобы и вам было полезно, что самое вот интересное, что самое полезное вы сегодня подчеркнули. Кстати, можно, я так думаю, у нас микрофоны-то здесь включены. Если у кого-то есть что сказать голосом, вы можете сказать, что для вас было полезно, либо пишите текстом, кому как удобно. Очень полезно, обязательно приду на следующий вебинар. Спасибо, до встречи, все понравилось. Отлично, благодарю. И я вас благодарю. Кто еще пишет, давайте буквально несколько секунд, и все очень полезно. Отлично. Друзья, не важно, что вы сегодня услышали, важно, что вы сегодня и завтра сделаете в ближайшие 48 часов. Из того, что вы услышали, чтобы получить максимум пользы из того, что вы сегодня услышали, прямо вот сейчас закончим, вы пропишите, что конкретно вы сделаете для достижения своей цели. Может, только цель поставите, может, что-то конкретное. Вот что вам сегодня запомнилось, напишите 1-3 пункта. Чем больше, тем лучше, потому что это именно то, что вы примените в ближайшие 48 часов. Если вы ничего не добавите в ближайшие 72 часа, то все, ну просто вы сегодня побывали, так сказать, на концерте, получили позитив, получили эмоции, но для достижения результата это никак не повлияет. Если вы пропишите, что конкретно сделаете в ближайшие 72 часа, вот тогда вы сможете пронаблюдать и изменение результата. Окей, благодарю вас за обратную связь, очень приятно было с вами поработать, транслировать вам проверенную информацию. И тогда до встречи в следующий вторник, 18.00 по киевскому, по московскому времени. Объявление обязательно заранее будет в чате и ссылочка. Все, всем отличного вечера и достижения новых квалификаций уже на этой неделе.